Я буду последователем в ходе наших встреч. У меня главный интерес – это возникновение у людей желания читать священное писание в твердой надежде на то, что потом сам Бог будет учить человека. И не нужно будет его потом убеждать, доказывать ему и всякое такое. Поэтому я сегодня выбрал несколько фрагментов из священного писания, которые мне кажутся просто интересны, во-первых. А во-вторых, они могут быть очень актуальны в свете последних событий. Начнем с четвертой книги царств. Писание делится условным образом на книги законодательные, исторические, учительные и пророческие. Это условное деление. Вот в Ветхом Завете есть такие исторические книги. Вообще, там уже на секунду задержимся, это вообще не книга, это книги. То есть само слово Библия, кстати, слова Библия в Библии нет. То есть в Библии нет слова Библия. Слово Библия – это церковное слово, усвоенное кодексу собрания священных книг. И оно там возникло, там можно поспорить об этом, когда там 3-4 век. Ну не важно. И в этой книге, то есть представьте себе, что перед вами существует некая полка с литературой, довольно большая полка. И вы там можете выбирать самые разные жанры, потому что Библия – это многожанровый сборник книг. Здесь есть космогония, здесь есть родословие, здесь есть переписки между частными лицами, здесь есть любовная лирика, здесь есть апокалиптика, и здесь есть хроники царей, там вообще царские летописи так называемые. Вот мы сейчас почитаем с вами 4-ю книгу царств. Начнем с нее. 4-я книга царств, 6-я глава. Это рассказ о пророке Божием Елисее, который был учеником великого Ильи, получил от него сугубую благодать, когда Илья был забран из этого мира. Видимым образом это было через колесницы огненные. И он нес послушание в народе Израиля, когда те воевали израильтяне с сирийцами. Дары, бывшие на Елисея, были многообразны, в частности он знал о расположении войск врага и знал, от Бога ему было открыто о возможных направлениях наступления. Но если хотите, это было очень похоже в нашей истории, повторение, когда была осада, 16-месячная осада Троицергиевой Лавры, поляками и казаками, там кто только не был, там всякий сброд разный там был, то есть они осаждали Лавру с маленьким гарнизоном, тогда были очень низкие стены у Лавры, то что если вы помните, в Троицергиевой Лавре, стены потом были подняты специально, увеличены вдвое почти в высоту, а там было маленькое, невысокие стены, огромный монастырь, вроде бы бери лестницу, иди на штурм, как бы заходи, режь там всех, потому что там маленькие гарнизоны и полным-полно мирского людо, которые зашли в монастырь и не могли выйти из него. Однако монастырь защищался 16 месяцев, и одним из помощников защиты этого монастыря был преподобный Сергий, который буквально являлся неоднократно, многократно являлся к комендантам этой крепости, к князьям, которые руководили обороной, и говорили, так, бросайте здесь все, туда идите, там будет штурм. Народ все кидал здесь, как бы и бежал туда, и там, значит, дрался, и там гнал, короче, врага оттуда. Говорит, так, здесь все бросите, теперь туда идите, там будет штурм. Вот они бегали, как бы, с места на место, по указанию преподобного Сергия. Говорит, так, здесь, кидайте эту войну, там будет подкопка, там защищайте. Короче, Сергий постоянно руководил обороной, уже находясь в Царстве Божьем. Его и видели, кстати говоря, крестным ходом, ходящим вокруг Лавры, с одним из своих учеников, с Никоном. В общем, и такое было чудесное событие. Примерно так же, Елисей имел такой дар, такой божий, был прозорливец, он сообщал израильтянам о возможных наступлениях сирийского врага. Настолько это было очевидно, что сирийцы подумали, что кто-то у них есть шпион в штабе сирийской армии, что он сливает информацию израильтянам, поэтому они каждый раз готовы к нападению. Но потом сказали, что нет, никого там шпиона нету, как бы, есть просто, там у них прозорливец, божий человек. И вот, узнали, где Елисей, решили взять этого Елисея, потому что он мешает воевать сирийцам. Нашли город, в котором он находится, город Дафаим, и послали туда коней и колесницы и много войска. И пришли в ночь и окружили город. И поутру служитель человека Божия, послушник, так сказать, Елисея, встал и вышел. И вот, войско вокруг города и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, Елисей, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда подошли к нему и открыл Господь и открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь израильский Елисей, увидев их, не избит ли их отец мой? Ну, легкая добыча, зашли в центр. И сказал он, не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед, они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему, и не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Вот первый кусочек писания, который мне хотелось прочитать, он очень тематически связан с нашими днями и с военной темой. Вообще, понимаете, мы слепые люди. То есть мы, вот видя, вот отчитая это, понимаем, что мы слепые, мы не видим ни того, кто справа, ни того, кто слева, ни того, кто сверху, ни того, кто снизу. Не то, что внутри, не то, что снаружи. Мы, собственно, видим, но не более того, что позволяет нам видеть наше слабеющее с годами зрение. А кроме этого существует целый мир, огромный мир. И, собственно, все настоящее происходит в области невидимого. И впереди нас ожидают великие события у каждого человека. В общем-то, мы движемся в известную сторону. Сторона абсолютно известная, могу им назвать ее, вы сами знаете, как она называется. И после того, что там и случится в конце всего, открывается еще огромный мир, как бы, значит, там есть дорога вниз, дорога вверх, там все тоже интересно, все. И за спиной у нас жизнь прожитая, с кучей, значит, всяких там хвостов не обрубленных, туда тоже оборачиваться надо нужно, но мы там тоже ничего не видим. И справа у нас кое-кто есть, и слева кто-то есть. Короче, много всего есть, но мы не видим этого. А некоторые видят. Значит, и вот Ветхий Завет, это Ветхий Завет, завоевывая город своих врагов, можно было класть всех под зубцы и молотильные колесницы. Можно было в труху и в мясо крошить все, что против тебя ополчилось. И никто тебя обязательно не осуждал бы. И вдруг мы видим совершенно евангельское поведение. Елисей один побеждает целое войско, слепотой поражает их, заводит их в центр своего города. Ну, можно резать их как бы, значит, без пощады, как бы и до свидания. Но он поступает совершенно по-евангельски, хотя времена еще очень древние. Развитый, говорит, их поймал луком и мечом, накормили, напоили, они ушли и больше не ходили. То есть у них проснулась некая совесть, что ли, страх Божий такой. Они поняли, что с ними поступили милосердно. Они должны усвоить урок. Вернемся к нашему времени, когда были первые котлы на Донбассе. Значит, Иловайский, Дебальцевский котел. Там, я думаю, что вы помните эти все события, хотя бы более-менее. Когда была первая попытка стереть Донбасс с лица земли, непокорные эти территории, их назвали террористами, войну с ними назвали АТО насчет зоны борьбы с террористической операцией, антитеррористической операцией. И решили их там загладить. Но не получилось в силу разных причин. И есть мнение, что хитрые украинские власти, эти кроваво-бессовестные, хотели в этом котле сварить побольше пассионариев. Вот этих всех нацистов, которые в Киеве тоже мешают им жить. Думаешь, да ладно. Украина, кстати, возглавляется с такими людьми, которым никого не жалко. Ни своих, ни чужих, там непонятно все. И вот они там попали в котел. И были такие случаи. Один офицер понял, что попали они в полный аут. Он взял около 400 бойцов, сохранил им жизнь. И они просто пошли, пересекли границу Российской Федерации, там все рядом. И он сдался со всеми в кучу. Вот, короче, мы не хотим воевать, короче, нас бросила там команда. Как сейчас-то происходит в разных местах тоже. Наши ни одного из них не тронули, ни одного зуба не выбили, ни одно нос они разбили. Накормили, напоили, дали портянки, носки поменяли или портянки просушить, в чем они там воюют. В берцах или в сапогах. Вот. Подлечили кого-то все-все-все-все-все и отпустили домой. То есть была абсолютно идентичная ситуация с той, которая была при Елисеи. Как бы люди пришли, как бы, да ну и в баню воевать, как бы мы не хотим никого убивать и сами умирать не хотим. И поступили с ними точно так же в духе пророчества. Правда, здесь мы заметим большую разницу между сирийцами при Елисеи и украинцами при Зеленском. Все они потом опять пошли воевать. Ничего они не поняли. Они восприняли это как слабость, как бы лопоухость такую русских. Дескать, если бы ты ко мне попался, я бы тебе показал, как бы, а ты меня отпустил, как бы, ну и дурак. Как бы в таком духе. И все потом опять пошли воевать. Спустя некоторое время. Никто из них не проявил чудо покаяния. Ну а такие вещи случаются с человеком не так уж часто. Один раз случатся, второй раз уже тебя не пощадят. Вот вам первый такой. Я хочу, чтобы вы оценили такую военную актуальность этого маленького эпизода. Оказывается, что фактором что ли победы и спасения является не только мудрость военачальника и храбрость отдельного бойца. Военная экипировка и всякая логистика военная. Оказывается, есть такой фактор как святость. Фактор святости вообще не учитывается нигде. Ни в учебниках по тактике, ни в учебниках по стратегии. Но нигде. Ну, правда, да. Имеется в виду, что солдат должен быть храбр, тверд, мужествен, непоколебим, стоек и так далее. Это, в принципе, тоже такое приближающееся к святости состояние. Но вот наличие святых это один из факторов национальной безопасности. для начала хотя бы просто праведников, а потом уже, собственно, и святых. Таких, которые разговаривают с Богом лицом к лицу, как Моисей, и которых Бог слушает и является им наиво, а не во сне. И, значит, за разговор с которым как бы меняются судьбы мира. Это очень интересная вещь. У любой национальной стратегии безопасности есть там продуктовая какой-нибудь там глава, то есть нужно, чтобы народу было что кушать. Есть информационная статья национальной безопасности. Нужно уметь правильно подавать, дозировать и фильтровать информацию, чтобы народ твой с ума не сошел. Чтобы его сознание не было порабощено ложными идеями. Это очень важная вещь. Есть, конечно, военная стратегия безопасности, есть там еще какие-то вещи. А вот святость нигде не берется во внимание. Хотя вся история Руси, по крайней мере, то есть нам интересно то, что с нами происходило, она предполагает, что вот нам было всегда хорошо, когда находился кто-то там один, два, три, чем больше, тем лучше. Пять, десять там людей совершенно других, не таких, как все остальные, которые очень близкие к Богу. И историческое движение сильно зависит от того, есть ли в этом народе кто-то святой или нет. Это вообще потрясающе интересная вещь. То есть святость как фактор национальной безопасности. Вот у израильтян был такой Елисей. Как вы видите, это отражалось на самых разных вещах. Он исцелял, он там, значит, вразумлял, он там всякое такое, он наказывал. Однажды по его, так сказать, действию духовному были растерзаны медведицы 42 ребенка, которые смеялись над ним и обзывали его. Об этом я как-нибудь отдельно должен буду рассказать, но не сегодня. Это очень интересное место. И количество 42 очень непростое, это тоже такое особое место. А вот еще одно место я выбрал такое из Писания, которое бы мне хотелось прочесть сегодня, ибо оно тоже касается сегодняшнего времени. Это будет третья книга царств. Третья книга царств. А глава тоже третья. Это речь о Соломоне будет. Когда он вступил в царствование, то ему было сказано, и он понимал это, что, собственно, не ради него, но ради отца его дается ему какая-то особая такая благодать и милость дается. И он общался с Богом, Господь разговаривал с ним. В неком местечке по названию Гаваон было богоявление Соломона, и Господь явился ему, разговаривал с ним, говорит, что ты хочешь. И он должен был просить чего-то у Господа. И он не попросил ни долголетия, ни военных побед, ни здоровья и ни богатства. То есть ничего из того, что может попросить обычный человек в случае, когда ему дается такой шанс. Он попросил мудрости. Он считал себя человеком, не имеющим мудрости, собственно, главным образом. Ну и всего остального, что от нее рождается. Там рассудительности, твердости, последовательности, знания житейского, практических навыков. То есть ничего у него нет, чтобы водить за собой народ необузданный, народ упертый, водя который, Моисей плакал. Моисей же страдал вообще страшно с этим народом богоизбранным. Он говорит, разве я его рожал, эту кучу людей, 600 тысяч одних мужиков, как бы, я же их в очреве носил, что это должно с меня нянькаться. А они были уперты, они постоянно роптали, постоянно вызывали его на разные... Короче, так же и Соломон. Соломон вообще проявил величайшую мудрость в признании того, что у него ее нет. Что самый мудрый человек это тот, который признается без особого стыда и без позерства, без сжимальничания, что он, в общем-то, как бы глупый. Это самое тяжелое. Человеку очень трудно признать, что он глупый. Он может согласиться с тем, что он небогат. Это доказывается как бы на пальцах, как бы, собственно, покажи, что у тебя есть. Да нет ничего, ты просто бедный. Ну, бедный, ладно. Не очень приятно это говорить, но с этим нельзя спорить. Ты уже старый, ты уже больной, ты уже дурной. Нет, я не дурной. Я извиняюсь. Старый, больной, да, но не дурной. И никто из нас не просит ума именно по этой причине. Никто не просит ума у Бога. Просит здоровья, там что-то там еще, там просят такое. А ума не просит, потому что все убеждены, что они и так умные. Что я буду просить, то, что у меня есть. Не надо мне, ума хватит. Еще поделиться могу со всеми умом. И вот это на самом деле великая вещь, потому что Премудрость Божия, там есть такая книга Премудрости Соломона, говорит, Премудрость Божия возглашает к людям, говорит, тот, кто безумный, иди ко мне. Ешьте мой хлеб и пейте мое вино. Пейте даром, ешьте без цены. Не за серебро покупайте. Ешьте то, что я даю. Накрою для вас трапезу, ешьте, пейте, как бы набирайтесь ума. Но не идут, потому что все и так себя умными считают. Никто себя безумцем не считает. И Соломон проявил как раз такое удивительное качество. Он признался сам перед собой и перед живущим вовеки, что у него нету ничего этого, нету ума у него, этой мудрости. И было дано ему, дано было ему так, что сказал Господь, до тебя не было таких и после тебя не будет. Сразу вам скажу, что Соломон это некий образ Господа Иисуса. Как пишет Григорий Низский в толковании на книгу Экклезиаста, значит, Соломон был сын Давида, а сын Давидов это мессианский титул. Иисуса Христа как раз называли. Иисус, сын Давидов, это самое почетное звание. С Давида начинается родословие. Матфея, Евангелие начинается. Книга родства Иисуса, сына Давидова, сына Авраамова. Хотя Авраам старше Давида, а там сначала Давид в начале идет. Значит, сын Давида. И вот Соломон был сын Давида, это очень почетный титул. Он был царь в Иерусалиме, как и Господь наш Иисус Христос, царь небесного Иерусалима и царь всего творения. Он был мудрее всех людей, как и Господь наш Иисус Христос, есть премудрость Божия. И он говорил притчами всю жизнь свою, как и Христос наш, по сути, изложил все свое учение в притчах. Он открытым текстом говорил только в Нагорной проповеди и в первосвященческой молитве. Это уже в конце, в последней беседе с учениками. В начале Евангелия Матфея и в конце Евангелия Теана. А все остальное он учил притчами, потому что он пришел стопами Соломона к нам. Это премудрость Божия, она иначе не говорит. Она говорит притчами, отверзу в притчах уста моей. Так что все, что связано с Соломоном, это очень важно, потому что Соломон есть некий образ Господа Иисуса. И вот когда Господь дал ему эту мудрость, нужно было проверить ее в наличии, то есть как она там действует на Соломоне. И, как вы знаете, это очень такой известный сюжет. К нему пришли две блудницы к Соломону. Голдящие, кричащие, несущие одного ребенка, который не могли поделить. Две блудницы. Они родили с маленьким сроком разницы друг между другом. Одна родила там в такой-то день, другая через неделю родила еще одну. Обе родили мальчиков. И они, видимо, в каком-то доме одном и том же жили, как бы там они, собственно, и проводили свое время. И одна из них заспала ребенка. Это известная беда. Может случиться с любой молодой матерью, когда она устала вставать по ночам, кричащему младенцу и дала ему грудь. И сама заснула возле него и придавила. И что там, что такое, там, месячный какой-то малыш, да? Задавила. И потом одна из них подменяла, своего мертвого отложила в сторону, взяла этого живого, и начали спорить. Это мой, нет, мой, нет, мой. Твой умер, а мой живет. Нет, это твой умер, мой. И вот с этим спором они пришли к Соломону. Это очень известная история. Она известна всем, кто Библию вообще в руки не брал. Но я скажу, почему я хочу ее сегодня тоже прочитать. И вот они пришли к нему. Рассказали ему свою тяжбу. Дескать, там, встала я, там, она, да, мой, не мой. И сказал другая, говорит, нет, мой сын живой, а твой сын мертвый. И а та, говорит, нет, твой сын мертвый, а мой живой. И говорили не так долго пред царем. И сказал царю. Это, говорит, мой сын живой, а твой сын мертвый. И та, говорит, нет, твой сын мертвый, мой сын живой. И сказал царь, подайте мне меч. И принесли меч к царю. И сказал царь, рассеките живое дитя на двое и отдайте половину одному, одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, потому что взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему. О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умершляйте его. А другая говорила, пусть же не будет ни тебе, ни мне, рубите. И отвечал царь и сказал, отдайте этой живое дитя и не умершляйте его, она его мать. И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стал бояться, стали бояться царя, и увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Удивительная история, вышедшая далеко за пределы библейского повествования, как бы вошла вошедшая в фольклор. Почему я сейчас хочу об этом говорить, почему я сейчас решил прочесть ее? Потому что мне тоже кажется, она тоже имеет прямое отношение к сегодняшним событиям, потому что, судя по всем новостям, которые поступают нам с мест боев, кстати говоря, юридическим языком говоря, война не началась. Никто никому войну не объявлял. И по газопроводу газ качается, и платежи проходят за газ туда, за аренду сюда. И ни одна пуля не попала в трубу. И Украина нам войну не объявляла. Войны нет. Это такое гибридное явление 21 века. Так вот, по отношению к простым людям, и к инфраструктуре своей собственной страны, и так далее, еще очень трудно понять, кто там родной, а кто чужой. Потому что, насколько мы получаем эту информацию от военных корреспондентов, с фотографиями, описаниями, они ведут себя так, как будто это не их страна. То есть, руби надвое, чтобы ни тебе, ни мне. Уничтожается критически важная инфраструктура городов и сел. Собственные граждане, которых якобы не должны защищать, берутся в живой щит, и ими прикрываются. И наши люди, наши бойцы, которые, по идее, их весь мир хочет назвать захватчиками, эти якобы захватчики тащат за собой какие-то фуры с гуманитаркой, делятся, начинают сухпайка, заканчивают, что с собой закрывают этих людей. И пытаются спасти их, и минимизировать потери. И пока сто раз не проверят какой-то объект, подвергают какой-то атаке воздушной или наземной, сто раз отмеривают, чтобы, не дай бог, не попало в какую-то... То есть, судя по отношению к простому человеку и, собственно, к этой самой земле, на которой эта беда сейчас происходит, это не их земля. То есть, вот как у Соломона. То есть, захватчик здесь не тот, это захватчик, собственно, не захвативший. Из этой истории-то мне очень ярко так бросается. То есть, не жалеют совершенно. Поступают так, как поступала та, которая украла малыша, и не хотела от него отказаться, и согласна была на то, чтобы уже помер, короче, он тебе половину и мне половину. Эту историю, конечно, можно приложить как пластырь к самым разным историям и ситуациям, но, мне кажется, она относится и к сегодняшнему дню. Это были книги царств. Книги царств. Третья книга царств, четвертая книга царств. Вот еще одна вещь, которая мне чрезвычайно кажется важной. Это книга пророка из Икеиля. Пророки бывают большие и малые, по значению они одинаковые, а большими и малыми их называют по объему книг, которые от них остались. От больших пророков остались большие книги, от малых пророков остались маленькие книги, там, две-три главы, скажем, условно говоря. Но они по значению совершенно одинаковые. Это интереснейшее чтение. Допустим, Ян Кронштадтский перед смертью уже в старости говорил, что для себя открыл самое большое удовольствие, получал кроме литургии, от чтения святых пророков. Вот смотрите, что пишет Иезекииль. Помните, в прошлый раз мы когда встречались, я говорил, что одним из наших общественно-церковных грехов явилось то, что мы выбираем из Евангелия то, что нам нравится и убираем то, что нам не нравится, избирательно читаем Слово Божие, вообще не читаем, как правило, Старый Завет, боимся к нему приступить, потому что он объемный, очень тяжелый, по-своему тяжелый, целый труд большой. Ну и мы себе как бы на основании того, что нам нравится, мы себе придумали кого-то доброго Боженьку, которым Господь не является на самом деле. Он Бог-судья, и Бог-строгий, и Бог, имеющий абсолютную власть над творением, и в руках его все дыхание земли, и знание его простирается в самые глубокие глубины, гораздо глубже того, что он знает, что волосы наши посчитаны, он знает гораздо больше, он знает все. И страх перед Богом – это начало премудрости. Но как-то вот мы по-другому, по-лукавому поступили с Господом нашим, как бы, значит, и сладкими словами о всепрощении усыпили совесть человеческую, и свою, и чужую. И вот рано или поздно наступает время, когда нужно опять бояться Бога. Вот об этом пишет Иезекииль. Он пишет так. Вообще человек – существо динамическое, и он может, то есть он не то, что может, он постоянно движется, как бы он вперед, назад, вверх, вниз, он стоять на месте не умеет. Если он не развивается и не движется вперед, значит, он деградирует и откатывается назад. Это как бы наш крест. Мы не можем стоять на месте. Никто из нас. Мы постоянно движемся, должны двигаться. И вот в этом движении, если его нет, происходит деградация, причем стремительная. И причем глубины деградации могут быть такими, как я вот сейчас вам как раз хотел бы это прочитать. Это как раз то, что говорит нам о том, каким может быть человек. В Библии, вообще-то, страшное откровение о человеке. «Было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, если бы какая земля согрешила передо мною, вероломно отступила от меня, и я простер бы на нее руку мою, и истребил бы в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней люди и скот. И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». Можете себе представить вообще, чтобы одновременно на земле жили вот эти три человека. Ной, Даниил и Иов. Одного хватает на самом деле. Это настолько грандиозные люди, что хватило бы одного, чтобы мы все ходили к ним и издалека смотрели на них с ужасом и удивлением. Ничего себе. Что такое Ной? Ной – это человек, который 120 лет строил ковчег по чертежу, который дал ему Бог. То есть длина, ширина, высота были определены, и Бог назвал ему, сколько локтей вверх, сколько в длину, сколько в ширину, материал сказал ему, какой он уже делал. И он вдали от всякого моря, вдали от всякой реки, 120 лет силами своей маленькой семьи, он и три сына, строил несуразный громадный ящик. Без парусов, без руля, без окон, без иллюминаторов, без ничего. Просто двухпалубные там было, или трехпалубные, кажется. Там были разделения для животных, для человека. Он занимался каким-то странным делом, это была потрясающая вообще такая история. Каждый человек мог подойти к Ной и сказать, что ты делаешь? И он должен был сказать им, мне открыл Бог, что мир погибнет. Но это был такой комедий-клаб, такой допотопный. Они ходили ржать над ним, потому что какой-то сумасшедший мужик, вдали от моря, рубит страшно огромную какую-то коробку, не коробку, вернее, такой параллелепипед такой, и говорит, что он там спасется с животными вместе, а все остальные погибнут. Ну смешнее ничего не придумаешь на самом деле. Но он уперто строил, 120 лет вот это все строил. А они ходили и смеялись. До тех пор, пока Ной не зашел туда, а за одним всякая скотина туда сбежалась по послушанию. И, как пишется, Бог сам закрыл двери ковчега. И раскрылись небесные окна, и началось такое, что смех закончился. А потом погибло все, у кого было дыхание жизни в ноздрях своих. И Ной носился на этом, он никуда не плыл, его просто носил на волнах. И в этом жутком ковчеге, который есть образ церкви на самом деле, что дерево спасло людей, и там этот самый, волк или барс, или леопард, например, сидели рядом с зайцем, или тушканчиком, дрожали все от страха, значит, когда это все шаталось там когда-то волнами туда-сюда. И гром гремел, там вода лилась сверху, там их шибала волнами, и они перепуганные до смерти потеряли все всякую жестокость, всякую свирепость. Не все скучились в одну... Вот это как бы некий образ церкви, где всем хорошо, потому что, ну как бы всем страшно, но все спасаются. Где тебе как бы не важно, как бы слон возле тебя там, или какой-нибудь хорек там, как бы не важно совершенно, ты его и жрать не будешь, как бы и отворачиваться от того, что он вонючий, тоже не будешь, потому что настолько страшно всем, что мама дорогая. Это вообще потрясающая история. И потом, когда они вышли с этим голубем, с этим вороном там, это такая потрясающая. И потом они вышли, нужно было возделывать землю. Ной считается в еврейской традиции отцом первого законодательства. Начиная с Ноя, возникают слова Божии о том, что как поступать с теми, кто кровь прольет. Если кто-то прольет кровь человека, то его кровь должна пролиться руками человека. Возникает законодательство, так называемые кровники возникают. То есть как бы, то, что есть в древних обществах, где-то на Сицилии, на Кавказе, это еще Ноево законодательство. Кстати, он там где-то и пристал ковчег на Арарате. Так вот, Ной, это вообще-то какой-то грандиозный человек, который спас всех в лице своем и в лице своей семьи. Даниил, тоже вы помните наверняка, насколько это уникальная личность. Это человек, который настолько был облагоухан святостью, что животные, занюхавшие его запах, голодные хищные животные, голодные львы, когда он упал туда, бросили в ров львиный, у них проснулась генетическая память, которая была у животных в раю. Потому что животным по природе вообще очень нравится, кланяться человеку. Животное хочет служить человеку, животное хочет, так сказать, лизнуть руку человеку, животное хочет чем-то что-то хорошее сделать человеку. У него такой генетический настрой. Просто человек стал грешником и человек стал заразой такой. Поэтому люди, животные стали бояться людей, а человек стал просто над ними издеваться. Ну, использовать для своих мужа и всякое такое. Но если животное встречается со святым человеком, у него просыпаются какие-то генетические механизмы, и оно хочет подойти, как бы помурлыкать, потереться об него, руку ему лизнуть, принести ему что-нибудь в конце концов. Таких историй очень много есть. В потеряках, ну тот же наш Сергий святой, Мишка к нему приходил из леса, продирался сквозь чащу, там просто какой-то сухаря какого-то поесть у него с руки. Ну вкусно ему было. И Серафим Царовский тоже кормил с ладони медведей, он не один там был, там Мишка один, там много их было. Эти медведи знали про Серафима и ходили к нему, и было им сладко, как бы посмотреть на эту Божью душу, как бы, и, понимаете, это Даниилова благодать. Потому что Даниил упал в ров, и львы голодные потеряли всякую свирепость, они занюхали господина. Они стали ему лыкать, мяукать, как бы, и тереться вокруг него, как коты вокруг хозяина, понимаете? Это Даниил, у которого не было храма, священства, он был в плену, не было ничего, он просто открывал двери, вернее, окошко открывал в сторону Иерусалима, несколько раз в день молился в сторону Иерусалима и плакал, потому что ничего больше нет. И столько Иерусалим, вот там, где-то далеко есть Иерусалим родной, говорит, Иерусалим, Иерусалим, значит, такой, ащи забуду тебе, там, забвена будет десница моя, а больше нет ничего, ни жертвоприношения, ни богослужения, ни священства, ни царя, ни князя, только кругом одни язычники, и он один вот эту сторону Иерусалима открывал в окошко и плакал и молил. Все же у него было. Но это был святой человек, который и будущее прозревал, и царю сны открывал, и повторяю, что в нем было столько святости, что животные это чувствовали. Об этом можно дополнительно еще поговорить, но опять-таки нам не хватит на все время. И Иов, его обычно читают, положено по уставу читать его на страстной неделе, но я вас очень прошу, вы возьмите Иова и начните прямо побыстрее, потому что Иов вас раздавит, а потом опять как бы вытащит, сначала вас сплющит, а потом расправит. Иов вас сотрет в порошок. Это самая жуткая книга Библии, в хорошем смысле слова. Это совсем непостижимая книга. Вообще рука человеческая, ничего страшнее и грандиознее, не писала. Потому что Евангелие первое написанное возникло 8 лет спустя воскресения Христова. То есть церковь может жить и без Евангелия, на самом деле. Чудо заключается в том, что церковь может жить одной только проповедью о воскресшем Иисусе, даже не имея новозаветных книг. Потому что 8 лет своей первой истории церковь жила 8 лет, церковь жила без единой христианской книги. Они читали только Ветхий Завет. Там Псалтирь, Бытие, того же Иезакии или Исаию. А Евангелие они проповедовали. Очевидцы, свидетели, апостолы, они устно о нем говорили. То есть церковь может жить одной только устной проповедью. Если на то пошло. Если ты будешь везде рассказывать, что Христос Иисус родился от Девы в Вифлееме Иудейском, во дне Ирода царя, и был в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и потом чудесами и знаменями доказал свое мессианство, а потом был предан, потерпел распятие, умер, погребен и воскрес в третий день, то в принципе, вот это самое главное. Евхаристия и проповедь. Так вот, а вот Иов, это нечто совершенно запредельное. Иов, вы помните, это муж, который отличался всем, что только можно узнать в человеке хорошего. Милосердие, мудрость, рассудительность, знания, доброта, молитва, страх Божий, все было в нем преизбыточествующее. И он жил еще до Моисея. Он не знал Моисеева законодательства, он заповеди не знал. До Моисея еще жил. И он является образом страдающего праведника. То есть Иов на себе раскрывает тайну страдающего праведника. Потому что мы с вами убеждены все на нашем бытовом сознании. Из бытового сознания рождаются все грехи, между прочим. Уже есть бытовое сознание, которое само себе мудрое в своих глазах. И нам кажется, что нам и так все понятно. Так вот, нам на уровне бытового сознания нам кажется, что страдать должны только грешники. А праведникам должно быть хорошо. И когда мы вдруг встречаемся со страданием праведника, мы возмущаемся. А где Бог? Как в псалмах пишется. Восстание, что ты спишь, Господи? Что ты не видишь, что ли? Там прям так и написано. Вскую спишь, и Господи. Ты что, не видишь, что ли? Грешникам хорошо, а праведникам плохо. Что такое? В чем дело? Как говорят некоторые раввины, ты как-то там правь на небе так, чтобы мы понимали, что ты делаешь. Что мы вообще ничего не понимаем. Это да, но есть такая тема. Она у всех есть. Почему страдают дети? Почему там то? Почему все это? Этими вопросами полна Вселенная. Книга Иова, она все отвечает. Она предваряет нам Иисуса, который вообще греха не сотворил, но с ним поступили, как с последним разбойником. То есть что такое невинное страдание? Вот тебе, невинное страдание, в котором участвует целый народ. В общем, все человечество на самом деле. А Иов нас к этому готовит. Это страдающий праведник. Кстати, евреи, например, если уж там про евреев, я вам давно говорил, что без евреев никуда. В хорошем смысле слова. Потом я объясню, почему. Наверное, вы сами догадались. Они говорят, когда ребенок держит маму за руку, вот так вот, и ходит с ней в садик, туда-сюда, он маленький, он верит в Бога, потому что он, по-моему, Бог есть, он понимает. Ну, как у нас тоже такие. Потом, когда у него начинается пубертатный период, там усы растут уже, и он там в компьютере увидел это, значит, в книжке прочитал это, друзья рассказали это, и начинается гормональный сбой, как бы, и каша в голове, и он начинает бунтовать. И тогда, говорят, чтобы он вернулся к Богу, нужно потерпеть, подождать. Вот. Где-то, может быть, наказать, где-то, может, ограничить человека, помолиться за него. Потому что он повзрослеет, он опять придет, никуда не денется. Он повзрослеет и придет. Так они говорят. А потом приходят большие беды к человеку, и тогда человеку нужно усиленно изучать Тору, они говорят, и там делать то-то, то-то, то-то. А потом пришел Холокост. Для них это великая катастрофа в сознании. Как это? А где Бог наших отцов? Вот когда наши женщины голые стояли в длинной очереди, в газовую камеру, мужчина в одну очередь, женщина в другую, голиком. Потому что немцы, это же экономный народ, они поснимали с людей все, до последней тряпочки, чтобы ничего не пропало. И коронки повырывали, и волосы обстригли, потому что все пригодится. И когда мы шли вот этим голиком в эти камеры эти газовые, где ты был? Они говорят так все. После Холокоста у них был страшный кризис религиозного сознания. Где Бог наших отцов? Почему ты это разрешил? Можно ли вообще жить после Холокоста? Они говорят. И самые мудрые из них говорят, а вот теперь нужно читать книгу Иова. Вот до сих пор можно было там, кому-то не хватает ума, чтобы верить в Бога, кому-то не хватает там терпения, чтобы молиться Богу часто, кому-то не хватает там что-то еще, кому-то суета заела, у кого-то грехов много, у него в голове темно. Но когда такая жуткая вещь происходит, тогда люди становятся лицом к лицу с самыми страшными вопросами. Вопрос самый страшный вообще, ты есть вообще или я ошибся? И вот тогда, говорит, тогда берите книгу Иова. Вот тогда. Так вот эти люди, один из них жил до потопа, Ной, и спас нас от потопа, потому что мы бы не родились, если бы погибли все. Даниил жил в Вавилонском плену, в изгнании. И Иов, который жил до Моисея, между Иовом и Даниилом. Вернее, Иов жил между Ноем и Даниилом и жил за пределами еврейского народа. Он вообще не еврей. Это какой-то человек, он в Средней Азии, кажется, судя по всему. Так вот эти три человека, каждый из них достоин всего человечества. А тут, говорит, если бы эти трое жили сегодня вместе, то они своей праведностью не спасли бы даже своих детей. Только свою душу бы спасли. Потому что нечестие человеческое стало таково, что даже наличие таких великих святых не спасает больше никого. Мы потом почитаем еще с вами об этом, ну, например, историю Авраама. Я тоже ее хотел с вами прочитать сегодня. Я хотел такую-то обзорную, собственно, бегом по Библии туда-сюда. Ну, я сначала прочитаю, дочитаю языки, чтобы не ошибиться. Итак. Или если, говорит Господь, я бы навел на эту землю меч и сказал мечу, меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней людей, скот, то сии три мужа среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на эту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди них живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своей, они спасли бы только свои души. Вы можете представить, до чего может дойти человечество. Потому что обычно все происходит по-другому. Обычно, как бы вот, как у нас на Руси говорят, не стоит село без праведника. В городе, в любом городе, в таком большом городе, как Москва, это не город, это страна целая. То есть в нем помещает целая Прибалтика, еще место останется. То есть это страна целая. То есть в таком городе должно быть много праведников. Для того, чтобы ему стоять и не разрушиться, чтобы на весах Божьего милосердия уравновесить как-то, значит, всех наркоманов, всех блудниц, всех воров, всех развратников, всех сумасшедших, всех сатанистов, всех безбожников. Надо, чтобы какие-то избранные души на этих весах перевешивали в глазах Божьего милосердия. Иначе зачем этому городу существовать? Что мало у нас этих тайфунов, землетрясений, моровых, язв, меча, огня и прочего всего, что ли, хватает. Это все можно истребить в секунду. Ну ладно, в минуту. Но кто-то же молится в это время за нас, и мы живем дальше. Потому что праведники являются гарантией нашей безопасности. Как, например, ну, во-первых, допустим, даже хотя бы потому, вот, допустим, монахи. Я вот помню, в Печерской лавре я учился в семинаре, я, как и многие, там, и я, я, это не важно, многие студенты, семинаристы ходили постоянно, каждый день в пещеры к преподобным, отцам, потому что они понимали, что это самые дорогие люди на Руси, эти преподобные, там, 10, 11, 12 века. И вот представьте себе, такая мысль, допустим, приходила, вот, если есть на земле какой-нибудь святой человек, то что происходит, согласно книге Иова, там же сатана, как бы так, дерзнул обратиться к Богу в какой-то момент, и Господь говорит ему, ты видел на земле Иова? Сна говорит, да. Ты видел, какой он, непорочен, праведный, и так далее, и так далее? Говорит, да. А может ли сатана не заметить Иова? Подумайте себе, Представляете себе, живут люди, как бы, без молитвы, грех, с грехом пополам, как-то сикость-накость, так, непонятно, вообще живут они или не живут, или просто существуют. И вдруг кто-то появляется, среди них, какой-то, какой-то святой человек, который никогда не, не садится за стол, чтобы какой-то голодного не накормить, который никогда не, скончивающих, который никогда не ляжет спать, чтобы не помолиться долго-долго за себя, за детей, за всех, за всех, за всех, который никогда не смотрит, на как он там пишет про себя, я договорился с глазами своими, чтобы не смотреть на девицу. То есть он понимал, как бы, значит, какие грехи окружают человека, допустим, что он, то какая-то женскую красоту, где-то издалека, и он как бы говорит, стоп, глаза мои, стоп, туда смотреть мы не будем. Он договорился с языком своим, чтобы никогда не клеветать, ни лгать, ни смехотворствовать. Он вообще со всех сторон праведен. Может дьявол не заметить такого человека? Нет. Вот что, что, а этот огонечек в царстве мрака дьявол заметит обязательно. Зачем? Чтобы погасить его. Уже все остальные мои. Все это шобла безбожников, ленивых, тщеславных, обидчивых, обжор, это мое все. Что там с ними воевать-то? Что их воевать? Их надо в пучки вязать и в печку кидать. А вот этот вдруг, он немой. Как он может его не заметить? Все его внимание туда, на Иова, чтобы стереть его с лица земли, чтобы соблазнить его, чтобы сокрушить его. Он говорит, Господь, ну дай мне его, дай мне его. Ты же сам его оградил благодатью, дал ему то, 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 то. А ну-ка дай-ка мне его, я посмотрю, какой он будет. Дай мне все, что у него, имущество. Дай мне кожу, дай мне кожу, дай мне душу. Да, он говорит, кожу возьми, душу не трогай. Там такое происходит, как это. Так вот, смотрите, когда на земле есть святые люди, у дьявола больше нет никакой работы, только кроме уничтожить этих святых людей. И в это время дьяволу больше нечем заниматься, только уничтожением одного святого человека. И поэтому мы живем более-менее комфортно. Нас не трогают. Понимаете? А если святых, например, есть там 10, 20, 100, ну в мире, тысяча, например. То есть посылает, как мы читаем у Киприана Саустини, допустим, история. Какой-то юноша захотел девушку, чтобы она захотела, чтобы она его полюбила, чтобы она ему отдалась. И он как бы там пытается своими чарами, своими юношескими подарочками, свистеть, петь под балконом. Но она ей до лампочки, у нее другие интересы. И он тогда берет какого-то колдуна серьезного, дает ему денег, говорит, ну сделай так, чтобы она не влюбилась. И он начинает на нее гнать там какую-то тьму свою. И эта бедная Юстина начинает какие-то мультики перед ней, какие-то такие, там какой-то парень начинает ей сниться, мерещится. Она понимает, дело грязное. Она усиливает молитву и сильно постится. Чары не действуют. Колдун насылает беса. Бес один пошел, вернулся, говорит, ничего, не могу. Пошел второй, не могу, пошли два, не можем. Пошли три, четыре, пять. Сатану нужно было вызывать из ада, чтобы он что-то с этой девчонкой сделал. То есть они в это время забывают про все. Говорит, иди ты. Тут пошел, я не могу. Идите вы двое, идите трое, все идите туда, короче. Говорит, да мы не можем. Ну я тогда сам пойду. И тоже не могу. То есть пока они борются с одним святым человеком, все остальные могут наслаждаться жизнью. Знаете, что такое святость? Это отдых для всей вселенной. Вот ему там хуже всех, а вы отдыхаете. Потому что он борется сейчас со всеми. А если их много, тогда вообще всем хорошо. То есть вообще мы живем, собственно, чьими-то молитвами. Мы чьими-то молитвами живем. То есть пока мы там, скажем, не знаю, спим, отдыхаем, кушаем, в это время кто-то молится, но реально кто-то угождает Богу, и кто-то находится на передовой вот этой войны, в аванпосту. И на него направлены все эти острые жала. Это и есть как бы одна из тайных пружин мировой истории. Так вот, смотрите, что получается, что обычно как бы есть святой человек, например, есть Ной. Тут еще рядом с ним Ио, фантастика. А еще рядом с ним еще и Данию. Ну вообще просто, казалось бы, на земле должно быть все прекрасно. А Господь говорит, нет. То есть состояние ваше настолько, настолько таково, что если бы эти трое были вместе, только они бы и спаслись. Они бы даже детей своих не отмолили. То есть в данном случае мы знакомимся вообще со страшной вещью. Мы узнаем, насколько может быть растлен человек. То есть человек, он же движется, повторяю. Он движется вперед, назад. Он ожесточается сердцем. Потом какая-нибудь боль житейская ломает ему эти твердыни внутренние. И у него сердце растаивает внутри, как кусок воска или кусок масла. Значит, такое. Потом опять начинает что-то там такое. Короче, человек постоянно дышит, как баян. Иногда он может превращаться в совершенно закостенелое, упертое, богопротивное, наглое и так далее, и так далее по списку существо. Как вот говорят там в конце времен. Конец времен это что такое? Это полная нравственная деградация. Когда падшие духи скажут, да нам вообще уже и делать нечего. Люди настолько стали изобретательны в грехе, что нам вообще как бы ну и делать нечего. Люди сами придумали там себе это, это, это. Ну, да я не знаю. Да один только порно-трафик интернетный. Он же, я же говорю, он убил уже миллионы душ и еще убьет столько же. И даже больше убьет. Вот. Это реальное убийство человека. И это придумали люди. Лукавый этого не придумывал. Это люди придумали. И, конечно, можно было бы пользоваться этим интернетом на пользу, но им пользуются и так, и сяк, и наперекосяк. Это уже человеческое. Поэтому Лукавый действительно имеет право сказать, что это не я вообще, это они сами это все сделали. Это они. Так что вот, если вспомнить, что мы читали. Мы читали четвертую книгу царств, где Елисей нам вышел со страниц Библии как прозорливец и показал, например, ветхозаветного милосердия, которое пророчит у этой Евангелии. И сирийцы повели себя правильно. Они поели, попили, остались живы и больше не ходили войной. Современные люди хуже сирийцев тогдашних. Хуже тогдашних язычников. Ну какая штука. Потом мы почитали, ну это я в контексте современных событий на Украине, специально про Соломона мы почитали, а вот теперь уже языки или мы почитали именно для того, чтобы понять, что вообще худо дело. Если нравственной работы внутри человека не происходит, и у него нет нравственных целей, и духовной борьбы он не ведет, то он не может оставаться на месте. Потому что статичность человеку противопоказана, он не бывает статичен. Человек будет постепенно коснеть, 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 сердцем в суету, залазить, углубляться. Ум будет слепнуть, воля будет каменеть на зло, и он в конце концов дойдет до такого состояния, что никакие святые его не отмолят. Даже если бы вот здесь рядом был Николай Чудотворец, а ты все равно погибнешь. Потому что он тебя не вымолит. Такое бывает. Поэтому не удивляйтесь, когда происходит что-нибудь такое неожиданное, неприятное, болезненное. Не может с грешником ничего болезненного не происходить. Не может. Это противоестественно. А вот еще одна в ту же струю, это Еремия уже говорит. Еремия. 11 глава Еремии говорит следующее. Чуть больше прочту. «Сказал мне Господь, есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима». У нас же есть такое понятие «теория заговора». Когда мы во всяком каком-то мега-злодействе подозреваем наличие какого-то мозгового центра, который придумал все это и реализовал. И мы можем искать везде следы какого-то заговора, теория заговора. Вот смотрите, что говорит Господь. «Сказал мне Господь, есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцов своих и отреклись слушать слов моих и пошли вслед чужих богов, служа им». То есть Господь в данном случае говорит, что люди ведут себя так, как будто они составили договор. Давайте будем раздражать Господа. Такого договора нету фактически. То есть никто не собирался, никто не подписывал никаких бумаг. Но судя по тому, как люди живут, что они говорят, о чем они думают, чему они стремятся, что они делают. Такое впечатление, что они все какой-то прекрасный день собрались и договорились. Давайте будем раздражать Господа. Давайте будем думать только про бабки. ну и еще если ты женщина, то про мужчин, а если ты мужчина, то про женщин. Хотя, впрочем, можешь думать, если ты мужик, про мужиков тоже. Давайте думать вообще про все, что хочешь. Давайте говорить только о мирских делах, о Господе, давайте молчать. Давайте молчать о Господе и говорить про мирские дела еще лучше всего матом. Давайте будем матом разговаривать. Давайте. Давайте вообще пусть наше сердце будет суетное, самолюбивое и развратное. И все, что мы будем делать, это будет именно суета, самолюбие и разврат. Давайте, давайте. Давайте никогда не поститься, давайте. Давайте никогда не молиться, давайте. Такое впечатление, что люди собрались и договорились об этом. Они не договаривались. Но такое впечатление, что договорились. Такое, когда у них заговор против меня, говорит Господь. Слушайте, они живут так, как будто они договорились воевать со мною, растоптать мои заповеди, плюнуть на все мои благодеяния, забыть про меня, вообще делать вид, что у меня нету. То есть люди договорились как будто договорились. Сделать вид, что Бога нету. О чем можно говорить? Вот так вот в обществе. О футболе? А еще? О погоде, как у англичан принято. А еще? Ну, про последний сериал на Нетфликсе можно поговорить. Ну, теперь о смерти. О, не-не-не, ну что вы о смерти? Ну как можно? Живым нужно про жизнь говорить. Зачем про смерть говорить? Зачем вообще полчать настроение? Вообще мы кушаем. Про смерть, понимаешь? Давайте про Господа поговорим. Не, на какого Господа? Не надо никакого Господа. То есть люди как будто договорились про Бога молчать, не молиться и через все заповеди с легкостью переступить. Что будет дальше? Теперь, внимание. То, что это есть, это есть. А что будет дальше? Поскольку Господь говорит, я ничего не сделаю, прежде чем не скажу об этом рабам, моим пророкам. Все, что я буду делать, я буду сообщать заранее одному, двум, трем избранным душам. Вот Еремея был такой избранный человек. Так. Он говорит Еремеи, говорит, что во-первых, я наведу на них такое бедствие, от которого они не смогут избавиться. И когда они воззовут ко мне, я не услышу их. «Ты же, Еремея говорит, не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошений, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствие свое». Еремея вообще-то совершенно уникальный человек, его называют плачевный пророк. Это пророк, который имел тяжелейшее послушание. Он говорил людям правду, и за это его постоянно хотели убить. Потом он даже сказал, говорит, все, я больше не буду говорить правду людям. Не буду. Ну, ему Господь открывал, он говорил, правда была очень неприятная. Например, он пришел к царю и сказал, «Ты уйдешь в плен. Придут на Вавилоняне, город наш разрушит, и ты пойдешь в плен». Что ему за это надо сделать? Вместо того, чтобы испугаться его слов, какие-то выводы сделать, как было при Ионе, в Ниневе нет. Ему, значит, надавали по лицу и посадили в вонючий рог, чтобы он задохнулся. Потому что неприятно слушать то, что он говорит. Или он, например, пришел в храм, встал возле ворот храма, народ в храм ходит, заходит, выходит, а он говорит им, храм будет разрушен. И вы не думайте, говорит, заходит, не думайте говорить в себе «Храм Господень, храм Господень, храм Господень». Потому что вы не хотите поменяться от грехов своих, отстать. Вы грешите и ходите в храм, грешите и ходите в храм. И этот бесконечно продолжаться не будет. Господь разрушит даже сам храм, хотя это великая святыня, и храм будет разрушен. Потому что нельзя так ходить в храм и продолжать грешить. Тебе заходил в храм, а теперь можно грешить, потому что все простили, как бы такой вот. И он говорит, храм будет, кому это нравилось? Его ругали, били, били, ругали, несколько раз покушались убить, и он прожил тяжелейшую жизнь. И Господь дал ему дожить до исполнения всего того, что он сказал. Он увидел то, о чем говорил, а они так и не поняли, о чем он им говорил. И пошли в плен, и там были убийцы. И вот он должен был остаться в этом Иерусалиме на развалинах и оплакивать грехи своего народа. В том числе и ту глупость и упертость, с которой они его не слушали. Он говорит, больше не буду говорить во имя Господне. Но было, говорит, так, что Слово Божие во мне было как огонь горящий в хворости, в ребрах моих. То есть в этой внутриреберной части как будто в кустах терновника горело сильное пламя. И я сдерживался, и не мог сдержаться. И Бог победил, и я опять начал пророчествовать. И его опять начали бить, гнать там и так далее. Уже не нравится то, что он говорит. А что нравится? Нравится, когда тебя чешут за ушком. Вот вышел на проповедь, например, батюшка говорит, Боже, как я наслаждаюсь сегодня, видя вас, дорогие братья и сестры. Да чего же как бы красивые вы все, вот красивые, прям вот не побоюсь этого слова. И глазки у вас горят, понимаете? И видно по глазам ваши, видно, что души у вас чистые. Вот прям вижу я, что вы прям вот как бы, вот крыльев не хватает, вот реально не хватает. Вот тоже не побоюсь этого слова. Как-то вот совсем вот прям, вот дал же Бог такую паству мне, Господи, как хорошо, слава тебе, Господи. Какие святые люди у меня на приходе. А что там на приходе? Во всей епархии, да что епархия? Да вся церковь наша состоит из одних вот святых людей, понимаешь? Вот, вот, вот просто, ну, счастье, да и все, понимаешь? Чему я могу вас научить, братья и сестры? Я сам должен у вас учиться, потому что вы и смиренные, и набожные, и лишнего слова там злого не скажете. Вот, и без молитвы спать не сядете, и есть не, спать не ляжете, и есть не сядете. А, и люблю я вас, дорогие христиане, и наслаждаюсь, глядя в ваши чистые лица. Ну, прекрасный батюшка, правда? Ну, что тут, конечно, ах, такого батюшка хочется позвать домой, чтобы он тебе квартиру осветил. Еще раз послушаешь, что он тебе расскажет. Чтобы он то, чтобы он все. Ну, приходит батюшка и скажет тебе, значит, что-нибудь такое, типа, как Еремия сказал. Не, братья, это так, так жить, так жить нельзя. Нельзя так жить, друзья мои. Если мы будем дальше так жить, он пойдет на исповедь, наслушается там, допустим, потом уже слушайте. Вот если... Ну, вот Паисий, ладно, не будем про себя говорить, потому что это плохо, это уязвимая позиция. Значит, вот Паисий, старец, говорит, слышу, говорит, на исповеди прям крик, ну, прям слезы, там, кричит какая-то там, дама под Епитрохилю, там, я убила ее, Боже, я убила ее, ну, как же и дальше я убила ее. Он говорит, ну, кто кого-то убила, Господи Иисусе Христос? Он не был священником, там, какой-то, иеромонах исповедовал, какой-то, или там, священник. Оказывается, она убила муху. Муху. Ну, она, как бы, видимо, воспитана на каком-то там, каком-то буддизме, там, или каком-то индуизме такой, что всякая тварь живая, там, что надо жалеть, там, таракана жалеть надо, там, и уж кошек с собаками-то подавно, как бы, она муху убила. И вот у нее сердце разрывается, потому что она очень жестокий человек, понимаете. Попутно оказалось, что она сделала 4 аборта, ни одной слезы. Ни одной. Допустим, там, или это еще какой-то фокус, например, там, ну, из-за того, изменяет женщина мужику, или мужик своей жене изменяет, как бы. Но кается при этом не в том, что он блудник, или она блудница, а в том, что он там в среду, значит, колбасы съел, например, да. Ну, типа того. Тайна главная и второстепенная. Вот священник наслушается всего этого. И потом скажет людям, слушайте, люди, конечно, тайну Испитерсад нельзя, никто этого делать не будет. Говорит, но я вот смотрю на вас, я, конечно, понимаю, что вы, конечно, вообще заблудились далеко. Что если так продлиться еще немножко, вы не удивляйтесь, если вас какая-то коса покосит всех в одну секунду. Понимаете? Ну, типа вы купили билет на Титаник, сели на него, как бы, и взяли, взяли, махом утонули. Или там что-нибудь какая-то зараза новая пришла, и вы все переболели в один день, как бы, значит, скончались тем же вечером. Вы не удивляйтесь этому, потому что, судя по вашим грехам, вообще, вам гоплык давно уже подписан. Ну, такой батюшка, конечно, сразу полетят к жалобе в патриархию. Что он хамит вообще нам? Что за хамство вообще такое? Никто же не читал Еремею, потому что, если бы люди почитали Еремею, а, все понятно, он Еремею почитал. Это как бы у него ревность Еремеина возникла. А поскольку никто этого не читает, как бы думает, что он себе позволяет вообще? Я буду жаловаться. Ну, в общем, такая вот невеселая вещь. Иногда Господь прям говорит, да не молись ты за них. А вот, например, как вот можно молиться и нужно молиться. Я вообще, значит, это мы открываем книгу Бытия, глава 18-я, здесь рассказывается, как Авраам молился Богу о Содоме. Там ведь прекрасно все знали, какие люди там живут. Вообще, это очень интересная тема. Я боюсь, не умею. Содом был известен жителями своими. Содом это не только гомосексуализм. Нет. Гомосексуализм это только вишенка на торте. Это последние, крайние какие-то проявления полного извращения ума. Содом это наслаждение злом. Это состояние ума и сердца, при котором человеку нравится совершать грехи. Например, допустим, телефонный мошенник, например, встречает своего друга, тоже телефонного мошенника. Или, ты скольких там пенсионера кинул там на неделе? Он говорит, там 10. И сколько там как бы с них снял денег? Ну, там что-то там тысяч, наверное, 180. говорит, ну ты лошара. Я, говорит, там 35 пенсионера обманул. Говорит, полтора ляма на кармане. Говорит, да ты лох, вот я настоящий мошенник телефонный. А ты просто поугулять вышел. Это встретились два содомита. Они, может быть, совершенно традиционалы в плане сексуальном. Там им нравится женщина и все остальное. Но это два содомита. Они все силы своего ума направили на то, чтобы обманывать беззащитных стариков, разводить их на деньги, как бы красть деньги из чужих карточек. И они любят это и хвалятся этим и считают, что только так они и будут жить. Что я на завод что ли пойду работать? Не, я буду дальше как бы, значит, искать легковерных там людей, обманывать их. Это два содомита. И вот это и есть содом. Когда человек грешит и не стесняется. Знаете, как говорит, сходил человек к психологу, вышел от психолога, говорит, раньше я стеснялся своих грехов, а теперь горжусь ими. Психологи, они зачем нужны? Чтобы ты переоценил свои грехи и начал ими гордиться. Полюби себя таким, каким ты и есть. Вот это современное наше. Это содом. Раньше человек, например, извиняюсь, допустим, почему-то был гомосексуалистом, почему-то и ему было всю жизнь стыдно. А теперь ему говорят, тебя Бог таким создал, гордись этим, ты просто другой. Он говорит, а, точно, я просто другой, я буду гордиться. Понимаете, что такое содом? Это не просто грех. Это сознательный грех с огромной доказательной базой, с удовольствием совершаемой, без всякого стыда. Когда, говорит, у них содомский лоб, это лоб блудницы, когда человек не краснеет. Говорит, совершая грехи, краснеют ли они, когда грешат? Говорит, нет, не краснеют. За это будут уничтожены в один день внезапно. Это Бог сказал. Они даже не краснеют, когда грехи, вот это содом. Например, я говорю, там жене, спеки мне пирожков с капустой, больно я их люблю. Спекла, спасибо. Я иду к соседу с пирожками, поделиться, типа. А вкладываю камушек туда, в пирожок, на всякий случай. И говорю, жена моя пирожки печет с капустой, отменные, хочешь попробовать? Ну конечно хочу. Хрясь, как бы и зуб наполовину. И я в это время скачу на одной ножке, потом на другой. А-а-а, обманули дурака на четыре кулака. Как классно. Один зло сумол, или два? Один. Ай, плохо, надо было два. Вот это содом. Понимаете, когда мне нравится причинять зло, а уже потом, уже и содомия, это половая, и изнасилование, и растление малолетних, и все остальное, и групповые изнасилования, то, что все это, а это все поминается. Представьте себе, ребенок рождается в Содоме. Вот у него папа содомлянин, мама содомлянка, и они содомляне уже в пятом поколении, например. Они другой жизни не знают. Если идет слепой, что делает содомлянин, когда идет слепой? Содомлянин подставляет ему ножку, слепой же не видит. Он падает, а содомлянин смеется. Ему весело, когда упал слепой человек. Он зовет других, чтобы они посмотрели, гляньте, как он смешно упал. Он получает наслаждение, от совершения любого греха. Вы себе можете такое представить? Такое есть. Такое есть. Это вот здесь, собственно, корень, вот маньяк какой-нибудь, или патологический садист, например. Это содомлянин. Он делает тебе больно, и в это время получает наслаждение, в том числе и сексуальное наслаждение. Он просто весь загорается пламенем наслаждения. От того, что тебе плохо. Что будет с этими людьми? Будут беспощадно уничтожены. Причем внезапно. Внезапно уничтожены, беспощадно. Кто сказал? Господь. И вот Авраам знал, что творится в Содоме. А мы почему-то, я опять-таки говорю, почему-то мы придумали, что Бог обязан миловать нас до конца, без краев и без концов. Да нет, долго ждет, но больно бьет. И крылышко у мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И вот эту великую страшную правду как-то мы не любим произносить. Вот эта жертва, всеискупительная, это величайшая жертва Иисуса, она как бы внушила нам, что теперь Бог никого наказывать не будет. Нет, неправда. Это неправда. И вот Авраам, то есть, соберите в памяти все, что мы читали. Соломон, Самуил, языки Иль. Если будут в этом народе жить, Ной, Даниил и Иов, никого не спасут, только себя. И Еремий говорит, а ты не молись за них. А как вообще можно молиться? А вот как молился Авраам, это потрясающе, это ни с чем не сравнимо. Это 18 глава книги Бытия, когда Авраам, Господь говорит Аврааму, вопль, Содомский и Гоморский, сильный он, поднимается он с земли. Я иду посмотреть, так ли оно все там, как оно поднимается ко мне на небо от земли. Вопль, Содомский и Гоморский. Это грехи, вопиющие к небу, об отмщении. Из этих грехов есть только три категории греха, которые вопят снизу вверх, как бы говорит, накажи, 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 не забывай, не прощай, наказывай. Первое, это убийство невинного человека. Вот, например, Аллея Ангелов в Донецке. Или тот же Дом профсоюза. Все безоружные, как бы там женщины, мужчины, как бы сжечь и сфотографироваться на фоне. Вот когда Каин убил Авеля, ни за что, просто из гордости, из зависти, из убежденности, что он самый главный на земле. То Господь сказал, что кровь брата твоего вопиет от земли. То есть она не может быть неотмщенная, она вопит на небо. Это первый грех. Второй грех, это вот грех Содома, когда любовь к злу и черная похвала о совершившемся злодействии. Ты согрешил, и не каешься, и радуешься, и дальше будешь грешить. Это Содом. Это и есть Содом. Я впервые это услышал однажды, я немножко отступлю на секунду, когда-то я в Киеве, когда жил, была телепередача одна телевизионная, и там было много разного духовенства из разных конфессий. Меня туда пригласили тоже, я там был. И вот мы с этим Содомом, с одним дядькой разговаривали, который хорошо так в Библии был начитан, такой очень интересный человек был. И вот мы как раз про Содом что-то говорили с ним. А в это время в соседнем павильоне на том же этаже снимали типа такой конкурс красоты для маленьких девочек. Ну что-то такое подобное. И там малышки такие, семи-восьмилетние такие, были накрашены как старые гулящие бабы. Можете представить, там какие ресницы, там блески, губы разрисованные, какие-то парики всякие такие, какие-то мини-юбки на них, на малолетках, на девочках таких. И они должны были там вот это, вихляться как бы там перед старыми дядьками, которые в жюри сидят. Какой-то праздник педофила какой-то. Ну все-таки 70-летние, какие-то старые, какие-то жирные какие-то коты такие. И смотрят на десятилетних девчонок, которые в мини-юбках вихляют этими попками своими, тощими там эти, десятилетними, изображая из себя каких-то таких, каких-то блудниц каких-то, понимаете? И он мне говорит, Содом это, я тогда впервые это думаю, говорит, Содом это не гомосексуализм. Вот Содом. А еще, говорит, родители сами привели их сюда. И мамы тоже будут сидеть в зале и смотреть на то, как их дочери будут петь взрослые песни. Там, допустим, какая-то девочка пела «Я буду вместо-вместо нее, твоя невеста, честно ее». А там ребенку лет 8-9. Она одета, как шлюха малолетняя. Мама в зале сидит и хлопает своему ребенку, говорит, вот Содом. И это действительно Содом. И вот в этом Содоме был лот, племянник Авраама, о котором Авраам переживал. Да, грех Содомский поднимался от земли и вопил «Накажи это, накажи это, накажи это». То есть он вопит. А третий грех Содомский, третий грех, вопиющий к небу от земли, это мы читаем в послании апостола Якова. В соборное послание Якова там пишется, что «Богатые удержали законную плату наемников. Жнецы сжали ваш урожай, и вы не заплатили им». То есть люди сделали свою работу, а вы им не заплатили. И вопль их, этих людей, которые работу сделали, а денег вы им не дали. Этот вопль их войдет в уши Господа Саваофа. То есть удержание законной заработанной платы рабочим человеком. Это тоже Содом абсолютно эквивалентный педерастии и всем насилием, и всем остальным этим гадостям. То есть, например, если ты владеешь предприятием и ты не платишь месяцами зарплату не потому, что денег нет на счету, просто потому, что тебе выгодно как-то еще там, тогда потом заплачу, что они помрут, что ли? Потом. А там, говорит, если он сегодня заработал, бойся завтра заплатить ему, сегодня же отдай, до вечера отдай заработанное. Или ты, например, заказываешь какую-то работу у человека, он работу сделал, а ты говоришь, не, ну здесь плохо сделал, здесь еще хуже сделал, здесь переделывать надо, я тебе половину заплачу. Ну, есть такие специалисты, которые не хотят платить, то на что договорить. Это Содом тоже. Это грехи, взывающие к Богу об отмщении. Ну и, наконец, мы прочтем таки про Авраама, я извиняюсь, я сам уже чувствую, что мы перебрали времени, но это очень все интересно. Как мы раньше этого не читали? Вам вообще понятно? У вас не возникает такой вопрос? Как это я раньше это все не считал? Это же вообще, а что может быть интереснее? Что? Еще и важнее, и полезнее. И вот Авраам знает, что там у него племянник живет, а племянник туда поехал, пошел в этот Содом, он знал, что там Содом. Он пошел, потому что там хорошо жилось, это богатый город. Как это, например, наше на ПМЖ, например, в Америку уезжали, или в Англию, они знали, что они в Содом едут? Ну, там как бы богато живется, ну, клево как бы, ну, что там? К тому же, как бы, бабки есть, как бы, а что бояться? Ну, там же Содом. Да ладно, как-нибудь пропетляем. Вот так думал Лот. Не пропетлял. К нему пришли, говорит, давай познаем тебя, давай познаем тех, кто пришли к тебе. Ну, и там было все очень сурово. И жену он потерял, потому что жена в соленостол превратилась. Ну, прежде чем все это было, значит, обратились мужи идти в Содом, эти три путника, которые, значит, это божественные посещения. И подошел Авраам и сказал, слушайте, слушайте внимательно, не говорите, что вы не слышали. Неужели ты погубишь праведного и с нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым. Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, слушайте, как молится Авраам, не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что есть нечестивым, не может быть так. Судья всей земли, поступит ли несправедливо? Слышите, какая длинная речь какая? Какая пронзительная, длинная и однообразная речь, настырная, я бы даже сказал. Неужели ты можешь так поступить? Ты, судья всей земли, нет, ты не можешь так поступить. Я же знаю, что не можешь так поступить. Неужели праведник и нечестивый одно и то же будет тому и другому? Нет, ты не можешь так поступить. Слышите, какая молитва вообще? Как праведник молится о садомлянах, потому что у него там племянник живет, а племянник не садомлянин, он просто хотел пожить в комфорте. И все, просто комфорта хотел, оказался в Содоме настоящем. Как наши соотечественники, которые капиталы в Англии вывезли, просто комфорта хотели, а оказались в Содоме. Понимаете, о чем речь? Итак, Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить владыке, я прах и пепел, может быть до 50 праведников не достанет 5, неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду в нем 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть найдется там 40. Он сказал, не сделаю того и ради 40. Сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке, может быть найдется там 20. Он сказал, не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. Разговор закончен. Авраам больше боится просить, Господь больше не хочет отвечать. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. Не было там 10 праведников. Один был. И тот ушел. Потому что Господь знает, как избранных избавлять. Это актуально или не актуально? А что вообще актуальнее этого? Можете мне назвать, что еще? Вообще актуальнее того, что мы сейчас, например, читали. Бытие, Языкииль, Еремия, Книги Царств, Самуил, Елисей. Я еще раз говорю, что все беды в мире существуют из-за пренебрежения священным писанием. Из-за незнания и нежелания знать. Вот как содомляне не просто грешат, но они сознательно грешат, придумывают себе оправдания и гордятся грехом. Так некоторые не то, что они не читают, например, то же Слово Божие. Они еще аргументировать пытаются, почему они его не читают. И говорят, я и читать его не буду, да потому что вот то, потому что то, потому что то. Понимаете, это тоже какая-то такая содомская какая-то упертость. А я вам говорю, что все по-другому будет и было бы, если бы это все было предметом серьезнейшего, слезного и молитвенного рассмотрения нашими людьми. И моя мечта заключается именно в этом, чтобы вся русская земля, вся российская государственная территория от Сахалина до Калининграда и от земли Франца Иосифа до Кавказских гор, чтобы это была земля, читающая священное писание. Потому что нельзя жить, не зная этого. Ну и моя сегодняшняя задача была как-то дать вам понять, попытаться понять, что это не какие-то истории про царя Гороха, про какие-то еврейские басни или еще что-нибудь такое. Это актуальнейшая информация, которая сегодня, именно сегодня, именно сейчас, да и всегда, впрочем, читается, как написанная лично для меня. Это все актуальнейшая информация. Вот это мне бы хотелось тоже, чтобы люди наши это понимали. Чтобы они за новостями лезли не в газету. Да ладно, в газету тоже можно лезть. Но потом, чтобы понять, что ты прочел в газете, нужно поискать вот там ответ. А что это? А как это? А как понять то, что вот было вот это? А как это понять? А это уже было. Сейчас тебе покажу. Вот. Вот это сейчас мы прочтем. Это вот как раз то, о чем ты прочел в газете. И здесь написано, что дальше будет. То есть это уже произошло. А вот дальше здесь написано, что будет после этого. Вот. Спасибо воскресшему из мертвых Господу Иисусу Христу, что у нас есть возможность с вами заниматься подобного рода занятиями. Спасибо и вам, конечно же. Спасибо. Спасибо.